Ну что, выборы закончились, результат ясен, а посему спускаемся на землю и возвращаемся к родным рывкам и прорывам. Почти две трети россиян признались в полном отсутствии сбережений на черный день. По данным ЦБ, которые этот опрос инициировали, 64% россиян не имеют подушки безопасности на непредвиденный случай, ну вдруг человек без работы останется, заболеет и так далее, так вот 64% таких более того. Свыше 70% респондентов вообще прибывают в долговой яме, на них висят какие-то кредиты, займы и так далее, что, понятно, лишь усугубляет положение этих людей. Жизнь штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю. Те, у кого накопления все-таки имеются, но у них тоже не все радужно. Во-первых, речь идет в основном о небольших суммах заначки, 100-200 тысяч может быть, которые очень быстро испарятся, случись что, во-вторых, а некоторые уже начали тратить, все тот же опрос показал у пятой части накопивших, объем кубышки уменьшился за последние месяцы, потому что они туда влезли. 49% граждан пока еще держатся, но им приходится жить в режиме жесткой экономии, отказываясь от запланированных покупок, например, особенно крупных. Я просто поплопаю. Сейчас остановимся новым чуть подробнее. Это реальная журналистика. Чем дальше в лес, тем дольше вылезаешь. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Отдельно стоит сказать об уровне закредитованности населения. Всего в долговой кабале прибывают еще раз выше, сказал 72% граждан, и это только по работающим граждан данные, только по тем, кто торчит банком. В абсолютных цифрах 55 миллионов человек в подвешенном состоянии оказались. На каждого из должников приходится 240 средних тыр. Ну, в смысле, вы понимаете, да? А ведь еще есть тростовщики вроде всяких там быстрокредитов. Пропагандисты их, правда, красиво называют микрофинансовыми организациями. Так и там бум. В конце прошлого года стало известно, что россияне вылетели перед тем жильем на рекордные 350 ярдов. То есть у нас как минимум половина населения страны должна. И предпосылок к тому, чтобы картина менялась в лучшую сторону, нет. А самая главная львиная доля должников – это беднота. Вот в чем засада-то. Это несчастные без каких-либо перспектив выбраться из кабалы хоть когда-нибудь. Прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшую сумму кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки при всем уважении к нашим финансовым институтам кровь пьют из людей. Не хотим! Вы понимаете, откуда на выборах берутся те сумасшедшие цифры поддержки режима? Даже без приписок они все равно велики. Да потому что людям есть что терять. Пять, хотя, наверное, шесть из десяти россиян кому-то за что-то должны денег. Один в ипотеку врюхался, другой машину купил в кредит третий. Шубу любимой, решив поразить ее широтой размаха, есть вообще дурацкие случаи. Моя соседка по даче, скажем, построила теплицу за 200 тысяч, 200 тысяч взяла в микрозаймах, итог должна теперь почти 2 миллиона, живет на этой даче, а квартиру городскую сдает, дабы с долгом рассчитываться. И таких десятки миллионов по всей стране, куда они нахрен денутся с подводной лодки? Ну так, хотя бы понятнее, почему я с упорством идиота. Перед каждыми выборами говорю, ребята, сидеть дома не вариант. Бойкот хорош, когда никто не пришел, совсем никто. А у нас с вами почти 60 миллионов человек с кучей долгов на шее. Надавить на таких людей, как два пальца, они на самом деле боятся лишиться даже самой зас... работы. Даже трехкопеечной зарплаты и той боятся лишиться нашим оппозиционерам. Для того, чтобы онное понять, нужно просто самим впроголодь посидеть хоть немножечко. Да я пойду в люк набухаюсь. Ну а другое объяснение бойкотерами их позиций у меня и вовсе улыбку вызывает. Зато я в этом балагане не участвовал. Зато я не признаю власть великого кормчего и опыт Халимов. Да ладно, серьезно? То есть ты хочешь сказать, что если завтра выйдешь, например, на несогласованный митинг, тебе ничего за это не будет? Никаких последствий, если встанешь в пике с антивоенным плакатом, на тебя дело по дискредитации никто не заведет? Ну ты же не признаешь данную власть, значит и законы на тебя ее не распространяются. Блин, у нас один сказал глупость, другой повторяет. Да когда это закончится-то, а? За границей нам поможет. Запад с нами. Еще один момент, который умиляет безграничная вера протестников, то, что за границей нам поможет. Сразу же после объявления итогов голосования по соцсетям начали разлетаться посты. Мол, Литва заявила о непризнании выборов в России. Германия отказалась считать Путина легитимным. В Европарламенте бухтят, типа признают, но только частично. Да, ребят, я вас расстрою. Фуфло, все это, фуфло и игра на публику. Кстати, ганцы уже подредактировали свое высказывание, уточнили, мы, мол, просто президентом его называть не будем. Так вот, реальность заключается в том, что за границей вообще всем наср... На то, что у нас тут происходит, в какие позы россиян ставит их правительство, им правда чихать. И не тешьте себя иллюзиями. Даже если Путин с сотоварищей еще 15 раз перепишут конституцию, разрешат ему баллотироваться снова и снова. Максимум, на что можно будет рассчитывать, они там опять выразят глубочайшую озабоченность. Вот и все. Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних, как школьников. И заодно меня с вами, понял? Кстати, давайте пример приведу простой и понятный. Почему Запад все-таки не откажется от признания легитимности Путина, хотя они ведь там тоже не идиоты и прекрасно осознают, что 87 процентов, ну это, мягко говоря, шутка юмора такая, даже на пике своей популярности в 2004 главарь набирал лишь 72 процента, тогда за него отдали голоса около 50 миллионов россиян. Ну да мы отвлеклись, так почему Запад все-таки похоронит идею с непризнанием президентских выборов 2024 в России, а тут все просто. Вы, наверное, обратили внимание, что все последние месяцы, там полгода, даже больше активно муссируется тема о начале мирных переговоров по Украине, причем именно Запад. За переговоры ратуют, а ну и понятно, все устали от боевых действий в центре Европы. Они невыгодны в первую очередь с экономической точки зрения, причем всем невыгодны. И вот представьте себе, в этой ситуации Путина они отказались признавать. С кем в таком случае переговоры-то вести? Ответьте мне на этот простой вопрос. С кем? Вот с ними, что ли? Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни всей этой швали, которой там Бакроны, Байдены там и все, Шольцы и так далее и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. Я хочу этому нацику, а мне наплевать сказать, мы все придем и всех вас уберем. Ну и самое главное, что интересует, наверное, всех, а что нас ждет после выборов? Кое-кто думает, что репрессии ужесточатся, а закручивание гаек станет гораздо более жестким. Кто-то вообще 37-й год прогнозирует, я же считаю, не так, нет. Мне почему-то кажется, что нас как раз ждет тот, теперь имеется в виду нас с вами, простых смертных, наверху, возможно. Что-то начнется, но народ трогать не станут, во всяком случае, пока. Причин тому несколько. А. Барин доволен и, вероятно, захочет сделать подарок пастлю, мол, вы мне хорошо, я вам хорошо. Б. Это гораздо важнее. Держать народ в напряжении постоянно нельзя. Всегда есть риск, что перегнешь, и неизвестно, чем все это закончится, да и зачем оно сейчас, кому это нужно, вы, да, уже. До следующих выборов целых 6 лет. Это не просто далекая перспектива, это очень далекая перспектива. К тому же оппозицию страны вышибли почти всю, хотя... Да и плевать на нее, на оппозицию, пусть болтают, что хотят, кому они теперь нужны, чем они теперь опасны. Официальный результат Владимира Путина на выборах заявлен 87%. Давайте сегодня поговорим о том, что нас ждет в режиме, который нарисовал себе такой результат. Знаешь, звучит как ах...ная идея! А вот рабочую лошадку лучше подкормить. Имеется в виду, опять же, простой народ. Потому что, в конце концов, экономику куют ни чиновники, ни пропагандисты, ни силовики, ни бюджетники. Казну наполняет деньгами тот самый простой люд, что фигачит на производстве, что создает предприятия малого и среднего бизнеса, что выстраивает торговые и логистические цепочки. И, наконец, нельзя эту лошадь бить кнутом постоянно. Тем более, когда, очевидно, плуг она не тащит, лишь потому что конюх давно не кормил. Можно, конечно, продолжить и дальше ее лупсовать. Вот только чего добьешься-то в конечном итоге. Тебе же нужно, чтобы лошадь пахала, а не сдохла от побоев. Поэтому, ну, смысл в тех репрессиях сейчас. Да нет его. О, кстати, не один я так считаю. Внимание на экран. Я же чувствую все это хорошо. Я в этой системе сам был много лет вообще. Это я знаю, да. Система сейчас, она сильно перенапряглась. И сейчас Путин будет откручивать гайки. Это совершенно очевидно. Потому что слишком большое перенапряжение системы создает риски для его власти. Это прекрасно понимает он. Можно по-разному относиться к Владимиру Владимировичу. Он, безусловно, гениальный совершенно политик. Ну, в российских реалиях, да. Удерживать власть 25 лет в огромной стране при таком симпатичном окружении. Меня опять терзают смутные сомнения. А вот тем, кто успел высоко забраться на волне неразберихи последних нескольких лет, вот им я бы не позавидовал. За примерами далеко ходить не надо голую ячинку. Вспоминаем, а прочим. Об этом предлагаю поговорить уже в следующем выпуске. Все переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok